всем привет вы на канале покажу варим это значит что сегодня нас ждет что-то вкусное 7 действительно очень вкусная штука которая называется и наггетсы с начиночкой и вообще короче сегодня будет все очень четко и наггетсы у меня будут сегодня не во фритюре я не буду их жарить хотя их можно жарить совершенно спокойно я буду запекать вот а так как я буду запекать я подумал будет неплохо к наггетсом сделать какой-нибудь например сырок в которой мы будем его махать макать поэтому у меня здесь бри я хочу сделать наггетсы с начинкой я искал не будет там никакого сыра я сделаю ароматное масло и кусочки замороженного ароматного масла буду добавлять внутрь наггетс это будет клево начнем с укропчика нарежем его мелко-мелко-мелко вообще можно использовать любую зелень какой вы любите хотите лука кинзы там добавляйте что хотите чесночок можно через чеснок и давку не зазорно а можно и нарезать миленько я сразу чеснок в траву потому что им вместе жить дальше достаточно маслица мягенькая я подержал немножко в микроволновке к нему добавляем всю нашу зелень посолим и все перемешаем давайте из масла сделаем колбаски а лучше несколько просто пищевая пленка и просто закатываем как конфетку и вот такую конфетку в морозильник минут на 15 куриную грудку разделаем на наггетсы нам на наггетсы барри алибасов это приблизительно вот так вот смотри делается а лучше вот так вот это один наггетс остальное пополам и на кусочки в каждом кусочке проделаем отверстие куда будем добавлять наше масло нарезаем масло маленькими брусочками еще пополам и каждую половинку вкладываем внутрь нашего разреза делаем стандартную тройную панировку яйцо панировочные сухари и мука немножко посолю чтобы не было пресно панировочные сухари я смешиваю это у меня тертый пармезан если его нет то не обязательно но так будет гораздо вкусней саму готовую курочку тоже немного посолите и теперь последовательно обваливаем сначала в муке потом яйце потом в панировочных сухарях и выкладываем форму серединку я не просто так оставил у меня есть сыр бри который очень классно запят печь можно камамбер использовать это сыр и с белой плесенью они когда запекаются не становятся плавленными и в них офигенно макать что-нибудь кладем в середину в первозданном виде найдется и отправляются в духовку минут на 20 при 180 градусов яйце яйце что может быть лучше чем вот такой вот тянущийся сыр хотя он на любителя на самом деле но мне нравится сыр бри он прикольный и конечно же наггетс с начинкой это значит что они приготовились и снаружи и внутри внутри за счет кипящего масла ароматного это и вкусно и сохраняет соки и готовит быстрее давай пробуем все это вместе вау в сыр бри я дополнительно добавил орегано и масло у меня было трюфельное можно там оливковое какое хотите добавлять круто ведь просто готовится ну немножко муторное конечно вот это вот внутрь добавлять кусочки масла но тем не менее это боже мой как это прекрасно это не дает курице высохнуть поэтому добавляйте это классный способ все ингредиенты в описании к ролику а подробный рецепт на сайте покашеварим.ру переходите читайте готовьте обязательно и пишите что у вас получилось понравилось или нет все-всего вам вкусного до скорых рецептов до скорых рецептов Субтитры подогнал «Симон»!